Есть информация о том, что сегодня на сторонников ПКРМ на местах оказывается серьезное очень давление. Представители партии Лупу и Дьякова призывают их срочно выходить из партии коммунистов, переходить в демократическую партию. Эти сигналы есть по Флорежскому району, по Рыжканскому, по Дубосарскому, по-моему. Скажите, выдержит ли они это давление? Где предел стойкости, так сказать? Это бесполезная затея, это абсолютно ничто не даст. Это во-первых. Во-вторых, вот эти вот все, именно разговоры. Потому что я, вот сидя сейчас здесь у вас и перед всеми телезрителями, заявляю, что со мной не беседовал за последнее время, на этой неделе, по крайней мере, ни один первый секретарь, который бы мне сказал, что вот у него в районе началось такое движение. И это вот, что хочет, что снится Дьякову и его компанией, вот, это сны. Как в том украинском анекдоте, он непорядочный, я его не расскажу, но как друг другу, один украинец говорит, бывает, кум, что сны сбываются, а бывает, что не сбываются. Вот это не сбывшиеся мечты. Другое дело, я думаю, что Демократическая партия после этого всего и после этой всей вахханалии, которую она действительно начинает, она пользуется чем? Они же сформировали руководство исполнительного органа, правительство из своих представителей по алгоритму. И вот они направили своего представителя от алгоритма в Центр по борьбе с экономическим преступлением. И там сейчас начались репрессии против экономических агентов, причем очень конкретно, прессуют экономических агентов. Если они думают таким путем, улучшить свое политическое положение, поправить дела в партии и пройти на следующие выборы, то это большая ошибка. Это большая ошибка. Мы будем применять партийные, чисто партийные методы работы с Демократической партией. Потому что такая партия больше, вернее, с такими лидерами во главе, не имеет права оставаться на политическом поле Молдовы. Таких отщепенцев не в партии, вообще в общем не должно быть. И если они такие методы применяют, то они вообще подлецы. А никакой политика они им не проводят. Подлецы самые настоящие. Очевидно, что многих единство по этому вопросу, по вопросу о безбрании президента, застало многих врасплох. Не зря же они говорили накануне, что 20 мандатов у них в кармане, правда? И вдруг такая единая позиция. И некоторые наблюдатели политические начали говорить о том, что, дескать, Воронин навязал свою волю, заставил партию принять такое решение и так далее. Очевидно, у них не совсем ясно, им не совсем ясно, как работает этот политический механизм, эта машина под названием ПКРМ. У всех ли была возможность честно, открыто высказаться вот по этому вопросу? Еще раз повторяю, что мы провели районные партийные собрания со всеми коммунистами. Ни по цехам, ни по цеховым организациям, ни по плену моряком. Выступило, по-моему, около двух тысяч человек на этих, если обобщить всех, на этих районных партийных собраниях. Я был на нескольких, я не помню, на трех или на четырех, где я принимал участие. Как мы могли повлиять на всю партию, чтобы они там вот подняли и выполнили указания партии и вот все такое. Это осмысленно осознано-то снизу, на основе анализа. Конечно, они получают информацию, конечно, они информированы, конечно, им говорится, раскрывается весь механизм, что происходит. Мы же не в слепую работаем, мы же работаем открыто. Более того, на всех наших партийных собраниях открытые, имеет доступ любой гражданин, который хочет прийти и послушать, о чем говорят коммунисты, какие решения принимает коммунист. Мы не подпольная партия. Слава Богу. Пока, во всяком случае. Да, да, да. Если генералиссимус Кумал Кяму Гимб решит, так мы, может быть, будем подпольной партией. Да, поэтому здесь однозначно никто ни на кого не мог давлять, да и не давит в нашей партии. Никогда никто ни на кого не давит. Да и пленум наш ЦК прошел в абсолютно свободной форме. Выступили на пленуме тот же Цуркан, тот же Степанюк. Все, кто хотели, выступили в своей позиции. Что вот время было всего час. Мы начали пленум в 9, а сессия парламента, заседание началось в 10. Да, но мы пошли, зарегистрировались, послушались печь кандидата и выступления. Когда Марина Постойко, руководитель нашей фракции, закончила свое выступление, мы пошли и продолжили работу в пленуме. И уже там была свободная дискуссия. Там выступило минимум 30 человек. И мы имели возможность еще раз вернуться в зал и проголосовать. Но никто из этих выступающих не говорил об этом. Более того, сами те, которых журналисты и пресса, и не знаю кто даже эти деятели из Демпартии называют сторонниками, что они хотели как бы пойти голосовать. Их там кто-то что-то в цепях заковал, не знаю кого, что, куда, в какой стене и в каких цепях. Даже те не встали и не пошли голосовать. Ведь никто не голосовал ни один. Вот это результат выборов 7 декабря. Если они, те, которые хотят сейчас отбеливаться или отмыться, или от чего-то, они отмываются не от нас. Они отмываются от тех обязательств, которые они взяли перед теми, кому они обещали, что будут уходить, предположим, от нас и голосовать за них. Я, кстати, заметил, что как только Марина Постойко зачитала эту речь, кто-то из депутатов Либерально-демократической партии, по-моему, начал аплодировать. Это к вопросу о том, насколько в самом альянсе было единство по поводу кандидатуры Марианна Лупа. Такой характерный был эпизод. Вообще, вот эта речь, надо было, практически это было заявление Центрального комитета нашей партии, речь Марина Севастьяновна Постойко. Поэтому эту речь, этим из альянсом надо было вообще слушать стоя. Может, доживем и до этого. Доживем. Я знаю, что вы достаточно скептично относитесь к социологическим исследованиям. Но, тем не менее, за последнее время было проведено несколько социологических опросов, которые показывают, что партия коммунистов как минимум не утратила ни одного процента из своего недавнего влияния в обществе. Есть и другие опросы, которые показывают, что рейтинг партии продолжает расти. Это, в общем-то, уму непостижимо, на самом деле, потому что за 8 лет, и вы сами об этом говорили, перед 6-м, кажется, съездом партии, партия власти все равно не может не набить оскомину. Есть другая статистика о том, что проигравшая на выборах партия теряет, как правило, до 17% своего рейтинга. В случае с партией коммунистов этого не происходит. Нет снижения. Есть либо стабильность, либо по другим опросам рост. Достаточно уверенный. Почему это происходит, на ваш взгляд? Вот эти вот декларации, которые сейчас присвоили себе высокие звания руководителей страны, и та политика, которую они ведут, является самыми большими агитаторами за нас на предстоящей парламентской группе. Самые большие агитаторы. Надо, чтобы вы, вы, журналисты, давали камеру, микрофон и все, что угодно, дали в каждый день этому гимн, чтобы он говорил. И нам больше не надо никакого агитатора. Это будет самый лучший, самый сильный агитатор для нашей партии. Второе. Чем дольше они будут затягивать проведение следующих выборов, тем меньше они результату получат на тех выборах. Я повторяю, потому что та политика, то, что они делают сейчас, они делают опять, работают на нас. Все их решения, все их, так сказать, подходы, все эти превращения в подстилки под различные международные финансовые организации, дабы получить кредиты. Это же кредиты на всю страну, это опять хомут на общество. Короче, всю эту политику антинациональную, антигосударственную, прорумынскую, противосоциальных завоеваний, которые мы за 8 лет внедрили в общество, и прочее, 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 они работают на партию коммунистов. Это голоса в нашу пользу. Что эти преследования бизнесменов, которые сейчас они организовали, эти гонения, эти поборы, за них будут голосовать бизнесмены и коллективы, которые возглавляют? Что это отношение к сельскому жителю и к сельскому хозяйству, что они придумали сейчас с этим импортом мяса и с экспортом конечных полуфабрикатов и так далее, и прочее, прочее. Это что, работает на общество, работает на сельский труженик? Вот эти все глупости, что они, глупости, все в сумме, это одни глупости. Все, что они делают, это только работает на наш рейтинг. Если потребить это слово рейтинг, который мне тоже не нравится, но все они работают на нас. Нам даже и надо будет идти агитировать никого, ничего. Нам надо выставить список и сказать, вот наш список, уважаемые люди. Хотите такой жизни, хотите продолжать жить в такой клинике, пожалуйста, живите, вот голосуйте, вот пациенты перед вами с той стороны, голосуйте за них, они будут вами дальше руководить.